Родители армянских призывников продолжают проводить акции протеста. Они требуют Министерства обороны Армении не отправлять их детей на службу в Карабах. Ранее ряд СМИ сообщил, что солдат срочников после недельного отпуска вновь намерены отправить на азербайджанские земли. Новость спровоцировала массовое недовольство. Наши семья должны служить только самой Армении. Им нечего делать в Карабахе. Мы должны понимать, Карабах не наш. Мы граждане Армении и не имеем никакого отношения к Карабаху. Всем известно, что Карабах – это признанная территория Азербайджана. Вспомните азербайджанскую ССР. И все. Если кто-то собирается отправить моего сына на службу в Карабах, то я сама помогу ему сбежать. Я прошу не отправлять моего сына в Карабах. Что творится в нашей стране? Мы не рожаем детей, чтобы их забирали у нас и отправляли на смерть. Армянским военнослужащим обещали, что их направят в воинские части на территории самой Армении. Солдаты-срочники и их близкие уверены – военное руководство страны их снова обманывает. Мой сын рассказывал, через какие ужасы прошел на войне. Он словно побывал в аду. Если бы война продолжилась, он бы точно погиб. Сегодня все напрасно ругают Никола Пашиняна. А ведь он остановил войну, подписав заявление. Если бы не это, то все армянские солдаты, и мой сын в том числе, погибли. Вы телевизор вообще смотрите? Президент Азербайджана ясно сказал, что армянские солдаты не должны служить в Карабахе. Мы еще раз стали свидетелями того, что наших детей незаконно хотят отправить в Карабах. Президент Азербайджана в своих выступлениях подчеркивает, что даже официальные лица Армении не имеют права посещать Карабах без разрешения Баку. В таком случае куда министерство обороны Армении отправляет наших сыновей? На гибель? Напомним, что пребывание на освобожденных азербайджанских землях вооруженных сил Армении является серьезным нарушением трехстороннего заявления по Карабаху. Согласно документу, армянские войска должны покинуть территорию, безопасность которой обеспечивается миротворческим контингентом российских вооруженных сил. Шумистам Амедов, CBC.